Всем привет, с вами Deezer, MIUI Global Stable Romb начал выходить. И для каких же смартфонов, то есть для, насколько я помню, на Redmi S2 и S2 и Y2 они уже вышли, соответственно их скачать можно где-то там, ссылочка есть. На какие смартфоны сейчас вышло? То есть в первой волне обнову будут получать Redmi Note 5, Pro версия, Mi 6, Mi Mix 2, Mi 5, Mi Note 2, Mi Mix и Redmi S2. Да, дата выходит с 11 сентября до 13 сентября 2018 года, то есть сегодня 14, мне до сих пор по OTA обновление не прилетело. И я что, я как, да уйди, я задолбался ждать, то есть я вот захожу о телефоне, обновление ПО, думаю сейчас мне может быть по OTA прилетит, обновление не найдено, и что я думаете, я скачал обнову так, поэтому сейчас попробуем выбрать файлик. Посмотрим, что он у нас скажет по поводу скачанной прошивки, можно ли ее как бы вообще поставить или нет, потому что это MIUI 10 для Note 5, Pro, глобалка, неважно, 10.0.1.0 версия, давай, окей, смотрим, что он нам сейчас скажет, получение данных, можно ли как бы вообще обновиться или нет, потому что если нет, то тогда этот ролик не состоится, поэтому все может быть, не знаю, если сейчас он предложит обновиться без потери данных, то распаковка пошла, смотри-ка, то есть он проверил пакет обновления, сейчас идет распаковочка, и скорее всего скажут, что типа давай-ка чувак, обновляйся. Ну реально не захотел я ждать OTA, потому что ну там будет скудный список изменений и все остальное, потому что Xiaomi они не любят писать полный список изменений, и лучше всего смотреть на эту прошивку, конечно же, своими глазами. Ваше устройство будет автоматически перезагружено для обновления MIUI до версии Wired Global 10, ой, мифда, я согласен, перезагружай. И пошло, дело у нас, поэтому, соответственно, мы будем ждать, я сейчас, конечно, сделаю фоточку того, что я корячу себе тут MIUI 10, ну как бы Twitter, все дела, ну а с вами сейчас продолжим через несколько секунд, когда обновка поставится, и поглядим на MIUI 10, что там интересно нового, потому что я, в принципе, про эту прошивку толком ничего не знаю, хорошо свистанул, потому что, ну как я не читал, то что там какие-то обновления, изменения, точнее, будут то, что быстродействие они обещали улучшить, еще что-то остальное, там звуки должны были поменять, ну вот, а мы с вами посмотрим на то, как это все действительно на деле есть, не переключайтесь, если вам интересно. Что я должен отметить, то есть сейчас обновление скачалось у меня, соответственно, с сайта, даже, ну, я буду правильно говорить, на FOP и DA нашел, соответственно, чувачок там скинул ссылочку на то, где скачать именно эту прошивку, сейчас не дожидаясь, о, ты, прошивал я с MIUI Global Stable, не российской версии, 9.6.4.0, соответственно, разгрузчик заблокирован, и сейчас у нас идет долгая загрузка, просто потому что, ну, я надеюсь, данные не потерлись, нет, смотрите-ка, все осталось как было, нет сигнала, так, Wi-Fi подсоединился, ну, посмотрим, что у нас тут, новая анимация, сейчас, 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 да, то есть, новое, вы слышали этот звук? Ну, тему поменяли, я вижу, иконки сделали больше, нахрена, ой, блин, вот это вот мне уже не нравится, то, что иконки поменяли, теперь у нас вот такой вот control center, sim-карта не активирована, иди в задницу, главное, чтобы сеть ловила, короче, смотрите, ну, вот с такими звуками, короче, у нас смартфон теперь блокируется, разблокируется, о телефоне, смотрим, что у нас здесь, Redmi Note 5, Android 8.1, по-прежнему, патч безопасности, 1 сентября, MIUI Global 10.0, стабильная, 10.0.1.0, версия, ой, мифх, мифх, даже такая, вот, ну, окей, обновление системы, что у нас там, теперь красивая циферка 10 тут, а, посмотри-ка, идем сюда, настройки, ну, тут все как осталось, то есть, если бы загружать через мобильный интернет, или нет, ну, окей, хорошо, здесь все как было, так и осталось, идем в настройки sim-карты, смотрим, какие у нас тут есть режимы, все то же самое, то есть, в LTE, так далее, и тому подобное, окей, ушки, дополнительные функции, ясно, экран, настройки экрана, здесь все то же самое осталось, то есть, вообще ничего не поменялось, это режим чтения, цветоконтрастность, все то же самое, звуки и вибрации, здесь мы сюда, да, чуть попозже вернемся, так, блокировка, что у нас тут, здесь, тут все как было, так и осталось, зачатки управления, это все такое, уведомление, строка состояния, вот почему здесь ярлык, что, ага, то есть, здесь мы можем поиск, да, обновление завершено, я понимаю, подожди, да, то есть, у нас здесь есть вот поиск, теперь, либо мы можем, соответственно, похоже сделать, чтобы, да, то есть, либо настройки, ну, мне, наверное, лучше поиск, потому что поиск мне более приоритетный, уведомление приложения, окей, значки, имя оператор на экране, блокировки, вообще не надо убери, дальше пошли, рабочий стол и недавний, здесь все по умолчанию, безграничный экран, здесь, соответственно, защита защитных, и у нас пропал пунктик отсюда, здесь был пункт, короче, анимация жеста назад, то есть, когда я вот так вот делаю, вот, видите, теперь я, соответственно, переключаюсь в приложение, а до этого этого не было, поэтому, вот, теперь я сейчас обратно настройки перепрыгнул, не было этого, вот это вот новенькое, это круто, ну, и здесь демонстрация жеста, хотя, не, погоди, возврат туда, меню приложений сверху, переход к следующему приложению, то есть, допустим, когда вот так вот я нажимаю протягиваю, да, то есть, от любой границы, ну, круто, хорошо, хорошо, так, батареи производительности, здесь я даже смотреть, не буду расширен настройки здесь, что регионы, режим предприятия, зачем это надо, активация режим предприятия, то есть, это, видимо, смартфон, активация режима, понятно, в интернете, короче, активация режима, когда смартфон будет использоваться в предприятии или на предприятии, кому как удобней, каждый понимает это по-разному, и типа корпоративный смартфон, то есть, для того, чтобы ты не мог там свои какие-то личные функции настроить, кнопки же, световой индикатор, в общем, здесь все по умолчанию, как было, так и осталось, обновление приложения у нас, кстати, да, перелетело вверх теперь, то есть, типа, как будто это... Чего? Обнови. Систем лаунчер, а, то есть, нам лаунчер сейчас обновит, я не понимаю, почему тема такая идиотская установлена, на самом деле, потому что меня она, прямо вот, я скажу, прямо раздражает, вот это вот гигантские иконки, я у себя в Самсунге-то убрал для того, чтобы не было таких гигантских иконок, давайте посмотрим, обновление завершено, о, пожалуйста, здесь, короче, список изменений, иконки, видите, не прогружены, круто, дизайн для полноэкранного опыта, ну, понятно, переработан, новый дизайн, Natural Sound System, вы не устанете слушать натуральные звуки, когда заряжаете смартфон с новой MIUI, ну, круто, а, это все, весь, это весь список изменений, то есть, ну, очень много, очень много, хорошо, Ambient Sound, короче, Ambient Sound, короче, Ambient звуки, лес, пляж, дризл, не помню, не знаю, как переводится, Stop Fire, горячий огонь, летняя ночь, помогут вам расслабиться, когда вы, короче, помогут расслабиться, AI preloading, with higher swipe response, MIUI feels smoother, короче, AI сюда какой-то встроили, типа, для того, чтобы MIUI работала более плавно, не знаю зачем, хотя, AI, по идее, фотки должны они встраивать, для того, чтобы он, типа, лучше там обрабатывал, и остальные улучшения, остальные системные приложения, включая часы и заметки, получили редизайн, да, ну, давай заметки, записывать звук, хорошо, да, заметкам, то есть, у нас появилась здесь голосовая заметка, это, опять же, Сайвес сперли, потому что там это было, но тут все то же самое, окей, осмотрим часы, часам требуется загрузить аудиофайлы звуков и разрешить, конечно, то есть, часы сейчас загружают аудиозвуки какие-то, мелодия помолчена светлячки, загрузка аудиофайлов завершена, давайте посмотрим, какие-то у нас тут мелодии, а, ну мы тут сейчас все мелодии, собственно говоря, послушаем, я понял, хорошо, да, давай, господи, так, с часами ясно, так, полезли, ладно, настройки темы, посмотрим, что у нас тут в теме, по умолчанию, то есть, это тема, вот это вот дико, то есть, по умолчанию в MIUI 10 стала тема без квадратных иконок, а скругленные иконы, ну, я так не играю, серьезно, серьезно это не серьезно, нет, меня это прямо раздражает, давайте посмотрим обои предустановлены, есть чем-нибудь новые обои какие-нибудь, может быть, в MIUI 10, а хрен там, нет, нет, нет новых обоев, живые обои тут ноль, просто нету никаких обоев, ну и, соответственно, здесь мы прямо так же сразу можем переключиться и смотреть там обойки, дальше, что еще, а, ну, да, ладно, поехали, посмотрим, какие новые звуки, что ж тут нового, Mi Remix у меня по умолчанию Рингтон стоит, прямо будем смотреть, что тут нового, это было красивый ползуночек, это было, это было, это было, этого не помню, было, этого не было, ну, вот такие, то есть тут все Рингтоны сделаны с такими вот звонкими перезвонами, это было, это вот звонок будильника, ну, громко, громко, но будильник лучше всего выбирать, конечно, нарастающим, это само собой, это все было, новый Рингтон, это стандартно, это было, это было, это тоже было, так, тут звуки уведомлений пошли, ладно, звуки уведомлений уж мы не будем с вами слушать, потому что, а вот, календарь звуки природы, вот его давай послушаем, вот это вот класс, то есть такой вот звук природы, ага, бульканье, охрененно, то есть звук природы, у меня есть при уведомлении, это будет звук природы, супер, сейчас мы прям посмотрим, сейчас я заблокирую смартфон, мы посмотрим, какой у нас будет звук уведомления, потому что, ну, это жесть, и все, я тоже так умею, ну, серьезно, вот это вот звук природы, да, ладно, давайте все-таки мы уведомления посмотрим, что еще тут есть, уведомления ксилофона, где я здесь, здесь вообще звука природы нету, кстати, вот если я его захочу потом выбрать, он только вверху и все, класс, охрененные звуки, Xiaomi молодцы, просто красавцы, то есть у меня теперь какое-то уведомление, вы приходите, я буду эту хуйню получать, вот это вот, говнище, вот это, ну, что это такое, это звук природы, я верну этот звук, который у меня был, вот календарь, пусть там звуками природы херачит, а все остальное нет, здесь у нас появился delete sound, какой-то звук удаления, что ли, я не знаю, у меня есть какое-нибудь приложение, которое мне не нужно, ну, давай, к примеру, вот эту удалю, ничего, ага, да, то есть звук уведомления, а не уведомления, а этого у нас теперь появился, ну, и соответственно, у нас тут красивые такие, теперь эти менюшечки, ну, что сказать, ну, в принципе, в принципе, нормуль, но, конечно, недоработок остался еще, поэтому, вот такая была миуайка, давайте, не знаю, в камеру пойдем посмотрим, что у нас здесь изменилось, помедлилась ли новая какая-нибудь фишечка, зеркальная лица, понятно, дата, время, ясно, так, а нам надо, наверное, сначала включить и видео, теперь мы идем на настройки, смотрим, full hd, 60 кадров, еее, красавцы, миуай 10 пришла не зря, вот мне это полезно, то есть, когда я могу теперь full hd в 60 кадров снимать, это охрененно, и мне нравится то, что здесь количество кадров подписано, вот это круто, это огонь, огонь, вообще, и я прямо сейчас хочу попробовать снять какое-нибудь 60 кадровое видео, давай, вот сейчас я снимаю 60, вот это 60 кадров, да, то есть, вот вы видите, ребят, в 50 кадрах, если в это видео будете смотреть, вы видите, да, вот это вот 60 кадров, блядь, то есть, вот туда я, например, направляю, да, это, я не вижу здесь 60 кадров, вот здесь, тем более, когда вот он так близко снимает, да нету здесь 60 кадров, дайте посмотрим, что он снял, окейшки, удиви меня, ну, просадка есть, да, прям, пипец, причем, просадка фпс есть, да уберись ты, не говори ничего, ну, просадочка есть, то есть, туда вот он, да, там вот он 60 кадров показывает, это не, окей, а вот в блатную к коврику, ну, нету здесь 60 кадров, плюс еще вот эта электронная стабилизация видео, ну, ребят, не знаю, не знаю, надо будет, конечно, тестировать, смотреть более внимательно, но, вот такая вот прошивка, с вами был Дизель, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Телеграме, в Твиттере, в Инстаграме, везде, короче, подписывайтесь, для того, для чего вы спросите, да просто потому, что я там везде тоже публикую что-то интересное, то для чего не стоит снимать отдельные ролики, чем больше лайков поставите, тем больше буду обзоры про прошивки снимать, поэтому все зависит от вас, все, до новых встреч, совсем скоро увидимся, пока. Чуть не забыл вам показать, как выглядит многозадачность, уже попрощался, все остальное, и только потом заметил, что если мы заходим в многозадачность, она выглядит вот так, то есть вот так вот закрывается у нас приложение, но весь список мы, собственно говоря, можем посмотреть вот так вот, закрываем все, они просто сдвигаются по разные стороны, теперь уж точно все, вот, кстати, многозадачность прикольно переработали, потому что то, как это реализовано на том же Самсунге, разблокируйся, но вот это вот, вот так вот проглядывать, это, конечно, не очень удобно, здесь удобнее, теперь точно все.